Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. Меня зовут Хатима Баталибова. И вот главная тема этого выпуска. А почему сегодня Дагестан по многим направлениям социально-экономического развития, как сегодня можно говорить, находится в Красной Зоне? Что стало причиной отставания Дагестана в ряде областей и отрасли? Мы сегодня можем выстраивать систему образования без строительства или капитального ремонта? Нет. Систему здравоохранения? Нет. Спорт мы можем развивать без строя? Нет. Прабыщицы? Нет. Ликбез для чиновников. В Махачкале стартовала региональная конференция по комплексному развитию территорий. Обогатились на какой-то процент, на какой-то момент все, кто владели товаром. Но потом ситуация ухудшилась для всех. Вот если сейчас вот в таком же режиме начинают поднимать цены, то ничего хорошего мы от этого не увидим. Цены на товар первой необходимости под контролем УФАС. На все ли может влиять антимонопольная служба? Узнаем сегодня в выпуске. Привожанам мечети разрешили коллективную молитву. Ковид-ограничения сняты, но не всем. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего. И подорвал гранаты окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал. Понимал, с кем имеет дело. С него нацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают. Владимир Путин присвоил звание Героя России Мурмагомеду Годжимагомедову. В Махачкале на базе Университета народного хозяйства стартовала региональная конференция «Комплексное развитие территории в Республике Дагестан». В программу мероприятия входило заседание с участием главы региона, а также круглые столы и тематические секции. Подробности в сюжете Карима Даниева. Социально-экономическая стагнация, промышленный застой и проблемы ЖКХ мешают Дагестану нормально развиваться, считает Сергей Меликов. Найти выход из сложившейся ситуации республика пытается давно и тщетно. При этом регион, по мнению главы, имеет достаточный потенциал для того, чтобы решить эти вопросы. А почему сегодня Дагестан по многим направлениям социально-экономического развития, как сегодня можно говорить, находится в Красной Зоне? Что стало причиной отставания Дагестана в ряде областей и отраслей? Потому что если мы говорим даже о наиболее перспективном для нас агропромышленном секторе, мы все равно находимся гораздо ниже того потенциала, который сегодня можно устроить. Цель конференции в первую очередь устранение проблем, которые препятствуют согласованному и комплексному развитию региона. Начать решили с проблемной и в то же время перспективной отрасли республики – строительной. Начинаем мы именно со строительной сферы. А почему со строительной сферы? Почему со строительной отрасли? Мы сегодня можем выстраивать систему образования без строительства или капитального ремонта объекта? Нет. Систему здравоохранения? Нет. Спорт мы можем развивать без строя? Нет. Промышленность? Нет. Наверное, это нужно все применять, наверное, это все нужно переиначивать. Это же от вас все зависит. От тех, кто в этом зале присутствуют, до этого в зале присутствуют представители практически всех министерств, представители народного собрания, главы муниципальных образований, ученые. Мы, наверное, таким коллективом позже что-то изменили, если захотим. Минстрой Дагестана предложил на конференции тематические секции. На них представителям муниципалитетов предстоит освоить большой объем информации, которая касается нововведений в строительной отрасли. У нас есть нормативные акты, которые регулируют данную отрасль, как и любую иную отрасль, на республиканском уровне. Есть нормативные акты, которые регулируют данную отрасль на муниципальном уровне. И для того, чтобы эта отрасль действительно работала, нам нужно, соответственно, те изменения, которые внесены на уровне федеральном, также вниз спускать на свой уровень, на республиканский уровень, на региональный уровень, на муниципальный уровень. Мы хотели бы с вами обсудить, каким образом это сделать, подсказать, где-то помочь. Мы готовы консультировать в дальнейшем. Со строительным хаосом пора заканчивать, считает глава Дагестана Сергей Меликов. Комплексное развитие территории означает соблюдение всех норм и правил цивилизованного подхода к делу. Подобного рода мероприятия призваны максимально помочь в этом. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Цены на жизненно необходимые продукты питания будут под контролем региональной антимонопольной службы. Об этом рассказал руководитель УФАС по Дагестану Каир Бабаев на встрече с представителями республиканских СМИ. Бабаев отметил, что на горячую линию ведомства поступает огромное количество звонков по поводу высоких цен на все виды товаров. Ситуация, по его словам, находится в поле зрения республиканских властей, ведется постоянный мониторинг обстановки. Вчера был на приеме главы. Оперативный штаб создан по республике Дагестан. В этот штаб включен и я, как руководитель управления по федеральной антимонопольной службе по республике Дагестан. И здесь мы будем эту информацию доводить. И в той мере, в какой мы обязаны повлиять на ситуацию, мы будем влиять на все это. Но влиять на все антимонопольщики не могут. Так, по словам Каира Бабаева, рост цен в коммерческом секторе носит зачастую экономически необоснованный характер. Однако влиять на эти процессы УФАС, к сожалению, никак не может. Коммерческий сектор при всей его свободе, да, в рыночную экономику, но вот в этой ситуации необоснованно поднимать цены, это только усугублять ситуацию для себя и для всех. Потому что я не зря упоминаю ситуацию по 90-м годам, да, обогатились на какой-то процент, на какой-то момент все, кто владели товаром. Но потом ситуация ухудшилась для всех. Вот если сейчас вот в таком же режиме начинают поднимать цены, ничего хорошего мы от этого не увидим. Поэтому все, что привязано с инфляцией, все, что привязано с политическими процессами, она тоже имеет свою экономическую логику. И без этой привязки, без этой логики поднимать цены, ну, я думаю, с этим как раз и пока что задача наша остается монетарировать все это. Но по всем случаям, когда увеличение необоснованной цены будет от монополистов, ну, это случай примогу действия антимонопольных органов. На автодороге Махачкала-Верхний Гуниб в Левашинском районе 26-летний местный житель, не справившись с управлением, съехал с дороги на обочину и врезался в газовую трубу. В результате ДТП владелец машины и его пассажир с различными травмами были доставлены в больницу. Водитель скончался. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Эвакуировано 70 человек, пострадавших нет. Накануне ночью в Махачкале по улице Буйнакского возник пожар на последнем четвертом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщает прислужба МЧС Республики. Спасателям удалось оперативно локализовать огонь на площади 200 квадратных метров. По данному факту ведется проверка и устанавливаются причины возгорания. В Дагестане усиление ветра и обильные осадки спровоцировали отключение света сразу в нескольких муниципалитетах. Из-за непогоды в зоне риска оказались Сулеймонстальский, Ахтынский, Ахвахский, Дербенский, Сумадинский, Тлеротинский районы Дагестана, а также Махачкала и ее пригороды. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» Дагэнерго переведены на особый режим работы. В связи с этим в администрации Махачкалы прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. Ребята, обезжаю территорию, фотографирую, фиксирую все протепления. Все, что мы сейчас скидываем с адресной привязкой. Помимо этого, все, что было у нас по отключениям поселка нашей, с утра Сапулин выехал на Дагэнерго в производстве участка Махачкалы-Голл-Сити. Там диспетчер все передали в работу. Максим Васильевич Долгалев тоже на связи. По выживанию он должен, что переключили на резервное питание. По мере поступления информации по упавшим деревьям оперативно распиливать вдоль проезжей части напрягающей территории располагать, вывозить потом. Теперь по участкам подтопления оперативные бригады штаб-дежурные по мере необходимости организовывают эвакуацию транспорта. Глава государства Владимир Путин присвоил звание Героя России Нурмагомеду Гаджимагомедову. Высокой награды офицеру достоин посмертно за то, что в бою уверенно командовал своими бойцами и берег подчиненных. Получив тяжелое ранение, сражался до последнего. Напомним, уроженец Кулинского района Нурмагомед Гаджимагомедов подорвал себя гранатой вместе с окружившими его солдатами украинской армии. При службе главы Дагестана сообщили, что молодой человек ценой своей жизни спас личный состав воинского подразделения. В бою он уверенно командовал своими бойцами, как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранаты окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело, с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают. Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду округом Ивана де Мария. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать. Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех из более чем 300 национальных групп, этнических групп России просто невозможно перечислить. Думаю, вы меня понимаете. Но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России. Из Махачкалы в Донбасс и Луганск учащиеся седьмого класса Махачкалинской 60-й школы написали письма сверстникам из Донецкой и Луганской народных республик. Школьники изъявили желание поддержать детей, написав им слова поддержки и сочувствия. Ведь боевые действия – это всегда страшно. И сильнее всего это бьет по детям, вызывает у них ощущение тревоги. Этими письмами юные махачкалинцы хотят дать почувствовать детям ДНР и ЛНР, что они не одни. Очень много теплых слов было написано детьми в этих письмах. Очень большая работа также проводится в школе по этому направлению. Проведены были классные часы, на которых была обсуждена эта ситуация и организована также вот эта акция – письма детям Донбасса и Луганска. В Дагестане разрешили проводить богослужения с участием прихожан. Введенные ранее запреты сняты с 3 марта региональным Роспотребнадзором. Напомним, что такие ограничения были введены приказом главного санитарного врача Республики Николая Павлова с 26 января по 1 апреля. Из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу было принято решение эти запреты снять. При этом обязательным остается ношение масок в местах массового скопления людей, дезинфекция помещений, а также тестирование на коронавирусную инфекцию при наличии симптомов. Молоко высокого качества казахстанские импортеры заинтересовались дагестанской молочной продукцией. В частности, в рамках реверсной бизнес-миссии они посетили один из кизлярских заводов. Гости оценили качество дагестанского сыра и сметаны. Кроме того, им были представлены также колбасы и рис. Казахстанцы уверены, что продукция очень высокого качества и найдет своих покупателей. Санкции США пока не дошли до бойцов UFC. Умар Нурмагомедов и Тагир Уламбеков проведут поединки на ближайшем турнире лиги, который пройдет 6 марта в Лас-Вегасе. Оба спортсмена провели тренировочный лагерь в Америке. Нурмагомедов-младший встретится с представителем Соединенных Штатов Брайаном Кельхером, а его одноклубник Уламбеков сразится с другим американцем Тимом Эллиотом. Умар Нурмагомедов не знает поражений. На его счету 13 побед в ММА. В активе Уламбекова 14 успешных поединков при одном поражении. Двое дагестанских вольников сменили спортивное гражданство. Расул Шапиев и Ахмат Магомедов будут выступать за Северную Македонию. Воспитанники спортшколы республики – чемпионы Дагестана разных лет, а также медалисты всероссийских турниров. Первым стартом для борцов станет чемпионат Европы, который пройдет в конце этого месяца в Будапеште. Шапиев будет выступать в категории до 74 килограммов, а Магомедов – в весе 79 килограммов. В составе сборной Северной Македонии сейчас также выступает еще один дагестанский борец Магомед Гаджи Нуров. В 2019 году он принес этой стране бронзовую медаль чемпионата мира. И на сегодня это все. Я напоминаю, что смотреть нас также можно на сайте nntv.ru и на нашей странице в Инстаграм. А я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok